Здравствуйте! С вами обучающий проект Секрета Мастеров. В этом видео я подробно вам расскажу 10 основных ошибок тех, кто начинает рисовать розы. Постадийно, очень подробно. Дорогие друзья, пишите обязательно все вопросы, которые у вас возникают. Мы на каждый, каждый вопрос будем обязательно вам подробно отвечать. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы узнать о новых интересных видео, которые будут выходить каждую неделю. И прежде чем мы начнем, краткая информация о том, что у нас проводятся бесплатные мастер-классы по живописи и визуальному искусству. На сайте вы встретитесь с 15 выдающимися мастерами. Для того, чтобы получить доступ к бесплатным онлайн-трансляциям, перейдите по ссылке под видео, либо жмите на кнопку прямо на экране. Затем регистрируйтесь на сайте. Первое. Активируйте правое полушарие. Оно поможет вам, действительно поможет написать отличную картину. Как это сделать? Когда начинаете рисовать, не забывайте себя поддерживать. А именно хвалите себя. Сделали контур, первое похвалите себя. Что-то закрасили, опять порадуйтесь этому процессу. Ни в коем случае не ругайте себя. Не говорите, почему я не Шишкин, почему у меня не получается картина за 3 минуты и так далее. Это все неадекватно, и картины это чувствуют. Обязательно вы должны быть в положительном настроении, а не как-то проявлять какой-то негатив к картине. То, что все, что вы проговариваете во время написания картины, а все это будет потом отображено. Поэтому первое и очень важное, радуйтесь тому, что делайте. Активируйте правое полушарие. Надо быть ближе к творчеству. Это пункт номер один. Второе. Рисуйте одну розу. Не делайте сразу большой букет. Потому что вы только учитесь. Рассмотрите сначала одну большую картину. Как сделать розу. Пропишите ее, почувствуйте, как она устроена, ее строение и так далее. И только потом приступайте уже к каким-то таким грандиозным композициям. Начинайте с простого. Третье. Когда вы пишете розу, делайте фон. Но делайте фон холодным. Холодный, для тех, кто не знает, это то, что близки к синему. Какие-то пастельные, разбавленные тона. Не надо делать кричащие тона. Вы все очень любите делать какие-то яркие тона вдалеке. А это все перебивает пространство. И зритель потом не ощущает вашу розу. Старайтесь делать все-таки тон дальней более холодный. Это очень важно. Четвертое. Копируйте картину. Копируйте картину известных каких-то авторов. Ну или других художников. Не берите все из головы. У вас еще нет базы для того, чтобы знать, как прописывать листики, укладывать полтона, делать фон. Возьмите и скопируйте несколько картин. 10, 20, 30, 40. Создайте для себя базу в голове. Только потом начинайте копировать, делать что-то из головы. А вначале нужно покопировать картины. Или написать, по крайней мере, их с натуры. Пятое. Показывайте объем в картине. Вы все любите закрасить все одним цветом. Вот, допустим, делайте белую розу. Она вся белая просто. Белый комок. Так не может быть. Сделайте одну часть светлее, вторую часть темнее. Тем самым вы уже покажете какой-то минимальный объем. Это очень важно для цветов. Шестое. Работайте разнообразными инструментами. Кисточками, мастихинами и руками. Для того, чтобы создать неповторимую фактуру. Потому что розы, они довольно гладкие. Краски все переходят одну в другую. Там нет особых резкостей. Поэтому, кроме кисти, хорошо использовать еще пальцы для растушевки. Это позволит вам создать довольно нежные цветы. А многие из вас используют только, допустим, одни кисти. Да еще, к тому же, и какие-нибудь щетинистые, которые только процарапывают картины. Берите хотя бы мягкую синтетику, либо пальцами порисуйте. Вы увидите, что это намного проще. Семь. Не красьте все одной краской. Вы взяли цвет и начинаете им красить, красить. Вот как будто вы валиком красите все. Такого не может быть в живописи. Надо использовать много-много разных тонов. Выдавите себе побольше красок. Помешайте одну с другой, с третьей. Посмотрите, как они ложатся на холст. Ощутите эту полутона. Обязательно будет лучше. Восьмое. Давайте картине подсыхать. Пусть ваша картина подсохнет. И полутона, различные тени, вы уже покажете по-сухому. Лисировочными, прозрачными слоями. Это обязательно сделает вашу картину намного глубже и богаче в цветах. А когда вы все пытаетесь делать в один слой, и еще и не умеете это делать, это все приводит в основном к грязи. Вокруг присутствует только грязь, потому что краски уже не ложатся. Никакие тени уже не вяжутся. Поэтому облегчите себе задачу. Делайте картину не в один слой, а в два, в три слоя. Делайте картину во столько слоев, насколько вы сможете прописать. Девятый пункт. Делайте насыщенные тона в глубине розы. Там вот, где только чашечка ее появляется. И более светлые тона старайтесь показывать там, где лепесточки, а не наоборот. Тем самым вы тоже будете показывать глубину вашей розы. Ну и десятый, последний пункт. Надо не забывать, что вы пишете именно розу. Повторяйте ее строение. Смотрите, куда направлены лепестки. Если вот нижний лепесток направлен вниз, то вы и мазочки тоже стараетесь делать по ее направлению. Если вверх, то и вверх. А просто так мазать в хаотичном порядке не нужно. Потому что зритель не поймет, что вы делаете. Надо обязательно, когда вы пишете цветы, повторять их строение. Особенно для розы. То, что розы – это один из самых сложных цветов для прорисовки. Дорогие друзья, я думаю, у вас обязательно получится. У вас обязательно получится отличная роза, которую вы напишите сами. Если будете избегать эти 10 основных ошибок. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайки. Я буду очень рад этому. И делитесь, делитесь этими видео со всеми вашими друзьями, близкими и знакомыми. Делитесь им в соцсетях. Пусть это будет полезно не только вам, но и вашим близким. Пусть они тоже узнают, как действительно легко и быстро нарисовать розу. А сейчас я вас познакомлю с другим видео, которое уже вышло. Это 10 ошибок начинающих художников. Ну и также я вам хочу напомнить, что не забывайте писать вопросы, которые у вас возникают. Мы на каждый, каждый ваш вопрос будем обязательно отвечать. Всем вам большое спасибо и до новых встреч. Краткая информация о том, что у нас проводятся бесплатные мастер-классы по живописи и визуальному искусству. На сайте вы встретитесь с 15 выдающимися мастерами. Для того, чтобы получить доступ к бесплатным онлайн-трансляциям, перейдите по ссылке под видео, либо жмите на кнопку прямо на экране. Затем регистрируйтесь на сайте.